Вот. Там, может быть, у него подозрения были не лишены основания, потому что если первые четыре места заняли советские гроссмейстеры, и все они сделали ничьи между собой, вот это его особенно возмущало. Вообще Фишер ничьих не любил. Он играл до последнего, как говорится, до королей, до чистых. Это была его манера. Вот. Поэтому, может быть, у него такие подозрения возникали. Но отсюда, от руководства спорткомитета, шахматов или вышестоящего, никогда таких указаний не давалось на какие-то, как говорят, договорные матчи и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 потому что он был уверен, что Советские хотели бросить его корабль. Вы не знали? Да. И он получил несколько пушек в его голове, потому что он думал, что Советские смогут имплантить устройства и читать его мозг. Состояние неопределенности, ожиданий неизвестно чего. Вот в эту ситуацию и был поставлен Спасский. Но как-то мы старались отвлечь его совершенно другими делами. Ну, тем же теннисом, прогулками. Там позвонили исландцы, предлагали поехать на рыбную ловлю. Но пока это было отложено. А беспрерывно звонила Москва тоже. Что, как, почему и прочее. Это не было направлено против Спасский. Это были его собственные демоны. Это не было связано с Спасский, и это не было сделано способно. И я не думаю, что он был уверен, что он будет победить. Я думаю, что может быть опасен в его сердце. Все, как ты был дым, ходил с дымом. Человек-то справился один не был возможен. Он упоминал на уровень. И он не мог устроить, как он подождался в час. Это очень хорошая вопроса, да. Да, я думаю, господи, мы можем согласиться на то, что М. Фишер существует. В конце концов, Исланды сделали подходящую к Украине, чтобы посмотреть, что они могли влиять Фишер. Фишер's lawyers мне сказали, что они были присутствием Но, когда Кисингер звонил Фишер, не было никакого способа получить его в Исландию. Он был определен. Но когда Кисингер говорил с ним, и сказал ему, что он должен был бороться с Россией, они сказали, что его face изменился. Он был как молодец, как в бою, как солдат, и он сказал, что я буду бороться с Россией. Фишер's arrival was only some five hours before the deadline when he would have had to forfeit his challenge for the world title. But it was, of course, seven days after he was originally scheduled to arrive here in Reykjavik. The Icelandic Chess Federation sent their president and a welcoming committee...